Равнобедренный треугольник таков, что его можно разрезать на два меньшего размера и тоже равнобедренные треугольники. Найдите углы при основаниях этих треугольников. Одна картинка такая. Представьте себе, что эти отрезки равны. Это совсем простая картинка. Да, и при этом вот эти равны. Другая картинка чуть-чуть посложнее. Треугольник. Здесь вот эти равны. И это же будет вот такой. Да, и при этом вот эти вот отрезки тоже равны. Третья картинка такая. Представьте себе, вот так вот у нас. Вот эти два отрезка равны. И эти отрезки равны. И опять-таки вот эти вот равны. Так. И последняя картинка. Последняя картинка такая. Здесь треугольник. В нем вот так вот проведено. Эти два отрезка равны. И вот эти два отрезка равны. И вот эта тоже сторона равна вот этой. Все поняли, да? О чем речь? Вот. Ну, для каждой из этих картинок надо найти причины всех углов. Замечательно. Да, они все отрезки на самом деле не сложены. Давайте. Дальше. На этой картинке. Ну, пусть это выглядит альфа. Тоже альфа получается. Затем это бета. Это бета. При этом бета равно 2 альфа. Да. То есть, я имею в внешнем угле. Да. Вот это, это внешний угол. А вот этот угол, это бета минус альфа. Да. По сумме углов получается. Бета минус альфа плюс альфа плюс бета плюс альфа равно 180 градусов. Альфа равно 36 градусов. Совершенно верно. Заметьте, пожалуйста, 36 градусов имеет самое непосредственное отношение к правильному пятиугольнику. Вот это украинство 6 градусов или 2 градуса? Да. Следующая картинка. Здесь нужно отметить углы альфа, альфа, бета, бета. Это также альфа, потому что это равен бета и треугольник. Этот угол бета, он также равен 2 альфа. Да. Вот. Запишем снова равенство треугольников. Не треугольников. Альфа равно равенство суммы углов треугольники. Да. 3 альфа плюс бета. Альфа равно 180 градусов. Да. Значит, 5 альфа равно 180 градусов. Значит, альфа равно 36 градусов. Тут это туго. Окей. 6 градусов. Следующая картинка. Здесь также отметим. Это альфа, альфа. Это бета, это бета. Следующая картинка. Да. 7 альфа равно 180 градусов. Получается, угол альфа равен 180 градусов поделить на 7. Вот. Мы знаем, что угол альфа равен 180 градусов поделить на 7. Нам нужно также узнать угол бета, чтобы узнать угол при основании. Мы знаем, что бета это 2 альфа. Значит, бета равно 360 градусов поделить на 7. Следующая картинка. Альфа плюс бета равно 180 градусов поделить на 7. Спасибо. Вы все поняли? Да. Заметьте, вычисление совершенно несложное. Вычисление совершенно несложное, замечательно. В данном случае надо взять правильный 5-укольник, с другой 7-укольник и, в общем, несложно нарисуется. Продолжение следует...